Друзья, всем здравствуйте! В эфире Абакан-24, программа «Вечерний эфир» в студии Ксения Майер. И в ближайшие 40 минут мы с вами посвятим спорту, разговору о спорте, о наших ребятах, спортсменах, баскетболистах, которые совсем недавно, когда, кстати, вернулись... Совсем недавно. Совсем недавно вернулись с международных игр «Дети Азии». Международные спортивные игры. Мы с вами в эфире уже обсуждали эти игры, обсуждали, какие страны там представлены. Ну, в общем-то, еще раз сегодня об этом всем поговорим. 22-41-18, телефон нашей студии. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете смело звонить и их задавать в прямом эфире. И наши гости на них, я думаю, с удовольствием ответят. Кроме того, чат YouTube также доступен для вас. Если вопросы какие-то возникнут, письменные, можете писать туда. Все прочитаем, передадим, зададим. И, конечно же, по номерам телефона, которые вы видите на экране, в нашем мессенджере вы тоже можете писать. Ну, а в гостях у нас сегодня настало время представить. Это Бочкарев Андрей Александрович, тренер, ребят, тренер нашей команды баскетбольной. Здравствуйте, Андрей Александрович. А также ребята, которых вы уже видели и знаете. Это Дронов Антон и Сергеев Иван. И вот впервые у нас сегодня Петров Михаил в гостях. Ребят, тоже вам здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, что в такой поздний час вы согласились к нам прийти. Я понимаю, что делали там много и других, и разных. И не то, чтобы сидеть тут на Бакан-24 в студии, на диванчике, рассказывать о том, как вы съездили. Но все равно. Тем не менее, Андрей Александрович, я предлагаю начать с вас. Расскажите, когда вы поехали туда? Немного из-за такта начнем. Так, мы выехали 24-го числа, 24-го июня. Добрались до Красноярска. И из Красноярска был прямой самолет до Якутска. Мы, получается, прибыли 25-го туда, 26-го было открытие. Тут вообще этого мероприятия, этих спортивных игр. Конечно, это было очень круто, но это попозже расскажу. 26-го, да, открытие, 27-го мы начали играть. А вернулись мы 4-го июля. То есть, прям вот совсем-совсем накануне, да? Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, еще такой момент, как я уже сказала, ребята уже были у нас в эфире, и они рассказывали, скажем так, со своей колокольни, да, как подростки, как игроки. Но, тем не менее, вы как опытный тренер, как преподаватель, как наставник. Расскажите нам немного, как вы готовили их с того момента, как только узнали, что придется вот отправить боевую команду в состав команды Сибирского федерального округа. Да, так совпало, что я ушел в отпуск, так что подготовка у нас была не самым лучшим образом. Но, если честно, да, на самом деле был большой перерыв. У нас ребята занимались в любом случае индивидуальные тренировки, проходили. Мы работали на улице в Черногорском парке и в спорткомплексе «Ябакан». И перед самым отъездом уже собирались конкретно все вместе и отрабатывали какие-то взаимодействия. Не скажу, что такая подготовка была прям суперская, да, потому что все-таки у нас еще, вот, кстати, его опять нет сегодня, а четвертого игрока у нас уехал в Тюмень. Он вообще переезжает в Тюмень, в принципе, там по профессиональной, скажем так, больше карьере своей. Вот, и мы ждали его приезда. И вот, когда он уже приехал, мы вчетвером уже начали налаживать наши комбинации, игру в защите и так далее. Но времени немного было, да? Немного, да, на самом деле, немного. Ну, в принципе, на самом деле баскетбол 3 на 3 не такая уж сложная игра, чтобы там слишком много времени тратить на сыгранность. Больше нужно было все-таки на физку готовку потратить времени. И просто ребята готовы, они, мы играем 5 на 5, достаточно много времени уделяли. И поэтому технически и по взаимодействиям все вместе тренировались, мы, в принципе, были готовы. Единственное, нужно было где-то по физике чуть-чуть подтянуть и все. Ребят, ну вопрос к вам, к каждому, каждый постарайтесь ответить по-своему все-таки, да? С вашей-то стороны, как вот это вот все проходило? И когда вы уже ехали на эти спортивные игры, не было ли такого ощущения, что, блин, вот можно было чуть подольше поготовиться? Может быть, и посерьезнее поготовиться? Ну, давай вот с тебя начнем. Да, не знаю. Не, ну, просто у нас вот четвертый игрок, он как раз приехал 22-го, по-моему. Ну да, прям. Да, 22-го числа, и поэтому у нас прям не было какой-то такой больше возможности готовиться. Только если индивидуально, но индивидуально, я думаю, все нормально подготовились, только что не было такого. Ну ладно, давайте тогда другой вопрос. Ответьте, пожалуйста, как, когда уже ехали? Когда вообще осознание пришло, что, ну, масштабные действительно такие соревнования, и что вы в составе команды Сибирского федерального округа? Когда было открытие, представлялось вот Сибирского федерального округа, где-то человек, ну, 300, по-моему. Ну, мы когда выходили на площадь, на стадион, и было все так эпично, все так выглядело. Могу пояснить, мы когда, то есть открытие очень грандиозное, типа Олимпийских игр. Конечно, далеко до игр, но было близко реально, настолько очень красочно. И когда ты, у нас не только был Сибирский федеральный округ, все команды, там, не знаю, там было около 3000 человек, это только спортсменов, плюс еще тренеры, да. И мы заходили на стадион, а там просто полный стадион, там 1015, наверное, зрителей вокруг, и ты заходишь, у тебя аж мурашки по коже. Это, конечно, незабываемое зрелище, я не знаю, если мы когда-нибудь, нам удастся добиться такого же, да, то есть выйти где-то на Олимпийских играх или где-то еще, это просто будет, ну, счастье. Поэтому вот эти эмоции, я думаю, запомнятся надолго, 100%. Вот и тогда реально, вот он говорит, что мы ощутили, да, весь масштаб соревнований, потому что там было более 30 стран представлено вообще на соревнованиях. Ну, правда, в баскетболе меньше, да, ну, вот, я думаю, Миша дальше уже скажет. Да, Миш, пожалуйста, пока что еще не помолчал, ты пока что с начала эфира. Вот, пожалуйста, поделись своими ощущениями и впечатлениями от открытия, да, и потом вот расскажи, с кем будет. Ну, открытие было очень масштабное, я не ожидал, что будет настолько масштабным. Было очень много людей, вот, как тренер сказал, были мурашки по коже, когда особенно представляли Сибирский федеральный округ. Было очень круто и классно. Страшно не было? Страшно? Ну, нет. А вам? Ну, просто немного волнительно было. За что вы волнители? Ну, в целом, просто ощущение такое взволнованное немножко. Трепет, наверное. Да. Ну, я просто так вот ставлю себя на ваше место, хотя, конечно, вряд ли побывать на соревнованиях там какого-то такого уровня. Ну, вот вы сказали, да, приближен к Олимпийским играм, но, в принципе, многие называют это мини-олимпийскими играми. Для олимпийскими играми, для детей, да, вот. Ну, да, так и есть. То есть, ну, как бы для азиатской части, но в целом по уровню организации прям очень похоже. Там, где была Олимпийская деревня, там мы жили, конечно, условия можно было бы получше, конечно, сделать. Но, в целом, как бы нам все понравилось, нам не привыкать, мы неприведливы. И по проживанию, конечно, вопросы были там, но в целом, по всем остальным моментам, организация просто супер. И, как бы, это все настолько, ну, вот это вот так мелочное оказалось именно проживание. То есть, потому что мы там находились, по сути, постоянно на соревнованиях, там, там, там. Пришли, переночевали, там, ну, они к волейболисткам зашли еще. Вот вся история. Была. Или нельзя было говорить. Ну, ничего. Раскрываем секреты в прямом эфире «Абакан-24». Друзья, 22-41-18, телефон нашей студии. Если у вас есть какие-то вопросы касательно соревнований, проведения этих соревнований, какие страны были, ну, об этом мы, конечно, сейчас поговорим. Но, тем не менее, звоните, задавайте эти вопросы, подключайтесь активно к нашему диалогу. Будем обсуждать, рассуждать. И, собственно говоря, с какими наградами наши спортсмены приехали, мы тоже об этом поговорим еще впереди. А вот сейчас, пока, знаете, интересно, пока мы дойдем, да, наверное, последние 10 минут поговорим про сами игры, и про результаты, и про все остальное. Мне просто очень сильно интересно, что касается вот, ну, вот страны, да. Давайте начнем с того, именно в баскетболе кто был с вами. Кто расскажет? Я могу рассказать. Был Казахстан, Узбекистан, ну, соответственно, мы, Сибирский федеральный округ, ну, это как отдельно Дальневосточный округ и Уральский федеральный округ. Беларусь. Беларусь, да, еще была. Беларусь. Беларусь, я так сказал. Вот. Сахарь. По-моему, да, был еще и сам Якутск, Саха, и, по-моему, все. Киргизстан. Киргизстан. А, Киргизстан, да, и Таиланд. И Таиланд. Да. То есть Казахстан, Киргизстан, Таиланд. И Узбекистан. И Узбекистан, это из стран других, остальные. Ну, пять стран должно было быть. Казахстан. Казахстан еще, наверное, забыл, да. И остальные, это вот регионы, тоже страны, да, наши. Ну, а как вы оцениваете соперника поделиться? Давай тоже с тебя, Миша, начнем, а потом, ребята, вы продолжите. Ну, соперник, соответственно, был, конечно же, не легкий. То есть было, кстати, тяжело играть, напряжение. Но были хорошие игры. Иногда прям очень... Иногда где-то мы проигрывали, и потом догоняли, где-то выигрывали, и легко. Но соперники были все тяжелые. А ты как считаешь, Аня? Я не считаю, честно. Уже подзабылись эти ощущения и чувства? Хорошо, Антон, скажи. Антон, да. Ну, вообще, нам повезло, на самом деле, с группой немножко. Потому что вот в нашей группе было пять команд. Это были мы, Саха, Таиланд, Казахстан и Дальневосточный федеральный округ. А в той группе была Беларусь, Узбекистан, Уральский федеральный округ и Киргизстан. И в итоге вот три команды Беларусь заняла первое место, Узбекистан второе, Уральский округ третье место. И вот из этой группы три команды заняли первые три места. А у нас, получается, ну, немножечко легче было. Но в любом случае все команды были достаточно сильные. И была такая достаточно нелегкая борьба. Ну, не знаю, так, на самом деле, так и получилось. Но в защиту, например, Казахстан, когда играл в четвертьфинале с Узбекистаном, которые стали вторыми, там Узбеки отскочили на последних секундах, я считаю. Там, если бы большой Казахстан реализовался и моменты из-под кольца, то, скорее всего, Казахстан прошел в призовые места. Таиланд тоже, как бы, они хоть и стали четвертыми, там, мы в итоге стали пятыми. Вот. Таиланд тоже нам по зубам был, мы в группе им проиграли, но тайцы сыграли с нами. Просто шикарный матч. В баскетболе три на три игра длится всего десять минут. И это очень маленький срок. И если ты просто не попадешь в игру, то очень сложно вернуться. И так и получилось, что просто тайцы, наоборот, все попали, а мы не смогли справиться с какими-то эмоциями в этом своем. Ну, а, в принципе, вот сама вот эта вот команда СФО, это же тоже сборная солянка из всех регионов нашего округа. И, ну, тоже можете же с профессиональной точки зрения, вы, ребят, как и постоянно играющие спортсмены, активно и действующие спортсмены, тоже оценить, какая вам досталась команда. То есть в состав какой команды вы вошли? Что это за спортсмены? Я могу ответить. Сегодня можно немножко пообсуждать. Я могу ответить. Да, у нас... Мы изначально поехали в мае на отбор, то есть на Дети Азии. Это был Сибирский федеральный округ. Мы играли в Новосибирске. И у нас был еще один парень, Вагнерубов Андрей. Он был вместо Петрова Михаила. Ну, скажем так, один из лидеров нашей команды. Но он не поехал на финальную часть. Мы выиграли Сибирский федеральный округ. Достаточно уверенно выиграли. И, в принципе, мы могли формировать сборную. То есть могли брать из Новосибирска, там, откуда угодно, с Томска и так далее. Я решил, что такое счастье лучше пускай достанется нам. И решил сделать команду все-таки из наших ребят. И я думаю, что я не прогадал. В любом случае, если берешь кого-то на усиление из другого города, нужно время на сыгранность и так далее, и так далее. То есть не факт, что он вошел бы в игру. Даже, возможно, он и лучше где-то. И, возможно, он помешал бы там команде. Вагнерубов Андрей не смог поехать с нами на «Дети Азии». У него в данный момент, кстати, буквально час назад закончилась очередная игра. У него два гражданства. Не знаю, можно говорить тоже. Он играет за сборную Армении на чемпионате Европы сейчас. И вот он их буквально час назад одержал победу над командой. Я даже не помню, Гибралтар, что-то такое. Ну, какое-то такое маленькое государство. Ну, и что вы скажете про свой состав, наверное? Я считаю, что этот сибирский федеральный округ реально. Мы защищали честь региона все-таки. Но полностью команда была из наших абаканских ребят. Пожалуйста, готов тебя послушать. Да, я даже не знаю, что сказать про состав. Ну, это же не про состав. Ну, как бы, ладно, теперь я уже поняла, что раз практически не было незнакомых вам ребят, с которыми не приходилось до этого играть раньше, то тогда и привыкать, сыгрываться, когда вы сказали. Особо-то и не с кем было. То есть в том плане, что повезло, что все друг друга знают. Повезло, что все вот так сложилось. Вот таким вот образом. Правильно я понимаю? А до этого, ребят, какие у вас были самые масштабные соревнования? Вот прям самые масштабные, после которых только дети Азии? Ну, мне кажется, самые масштабные были перед детьми Азии. Это когда я в самый первый раз поехал на усиление в Красноярск. Мы полетели в Анапу, и там мини-баскет происходил, проходил соревнования. Они каждый год проходятся летом. Вот тогда они были в Анапе. Но, по-моему, не всегда в Анапе проводятся, я не помню. Не знаю точно. Но вот я могу это сказать. А для вас? Не помните? Я не помню такого момента, чтобы масштабнее, чем я не делал. Ну да, прям. Не масштабнее, а хотя бы на втором месте. Близко к этому. Да, близко к этому. Не было ничего. Ну, то есть, в принципе, можно сказать, в общем и целом, что для каждого из вас это прям что-то супер, непривычное, наверное, вот такой вот масштаб, да? Да, 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 конечно. Вы говорили еще, вот с ребятами, когда обсуждали на другом эфире, что это одни из тех соревнований, тоже большой плюс, на мой взгляд, и на взгляд, наверное, родителей, на которые не пришлось особо потратиться, да? Да, конечно, это больная такая тема, где все турниры, в основном, конечно, они за счет родителей происходят. Сейчас у нас есть, конечно, финансирование на какие-то официальные соревнования, частичное финансирование, и там попроще. Но вот здесь мы не потратили там ни копейки, вообще денег, прям абсолютно все. Плюс одели полностью. Ну, кстати, да, про экипировку можно же назвать? Баскетболь, наверное, тоже. Ну, да, да, это экипировка полноценная, да, экипировка, начиная от кроссовок, заканчивая там бейсболкой, рюкзаком, там, две футболки и формы, там, то есть на самом деле очень круто, да, то есть мы, получается, полностью экипировались и съездили на масштабные такие соревнования, не потратив ни рубля, и, как бы, это, конечно, круто. Ну, я считаю, ребята заслужили это, все-таки победители Сибирского федерального округа, тоже, ну, там, на самом деле сложные соперники были, и Новосибирск, и Кемерово, и кто там еще, Красноярский край, неплохие ребята. Всех обыграли, и мы заслужили эту поездку 100%. В общем-то, по ходу соревнований можем уже перейти непосредственно. В какой из дней вы конкретно выходили на баскетбольную площадку? Ну, в какой из дней соревнования, то есть там же начались наверняка они? Или вы приехали уже, скажем так, с места в карьер? Ну, да, мы, получается, 26-го день открытия был, и 27-го, первый день, да, то есть с первого дня начали играть, и у нас один из самых продолжительных таких турниров. Мы были там шесть дней, по-моему, шесть игровых дней причем, то есть у нас день выходной даже был, но нам позволили тренироваться, и можно было даже два раза тренироваться, то есть, в принципе, там, в этом плане вообще было все удобно, там у нас был представлен Наташе наш, который нас везде сопровождал, кушал до питания, до стадиона, хоть куда вообще, без разницы, можно было бы ему звонить, говорить, там, мне надо туда-то, там, ну и все, мы пошли. То есть даже в этом плане, бесплатные автобусы, там, и так далее, это, конечно, круто. Ну, и параллельно мы смотрели за другими также видами спорта, мы ходили на девчонок наших, которые... На волейболистов, да. Да, которые, кстати, стали призерами, они стали третьими, третье место заняли, и это очень круто на таких соревнованиях получить медали. Они молодцы, конечно. Ну, вот, кстати, с ребятами разговаривали, вот, да, и я помню, что вы говорили, что, как бы, для нас сейчас, ну, вот, по масштабу, если возвращаясь, да, к разговору о том, что это очень крупные для вас соревнования и первые для многих настолько крупные соревнования, и я помню, что вы говорили, что для нас главное хотя бы просто съездить туда и показать, что вот они, мы и есть. Но, тем не менее, то есть, пятое место, да, правильно я понимаю? Но, тем не менее, это, ну, все равно это большое достижение, я считаю, на таких крупных соревнованиях. Как вы считаете? Давай с тебя начнем. Ну, считаю, конечно же, это очень круто, и я безусловно рад, что я поехал туда, потому что очень хотелось прям, желание было большое именно на эти соревнования поехать. Такие масштабные раз в жизни бывают. Это очень круто. Ну, а в принципе, было какое-то, ну, как бы это сказать, вообще ожидали ли, что даже вот на пятое место вы встанете? Ну, с учетом того, что слишком много стран, и, ну, не только стран, как мы выяснили, регионов нашего, нашей страны у вас в соперниках. Ну, мы планировали играть со всеми одинаково так же. Ну, то есть, мы не рассматривали то, чтобы, ну, кого нереально выиграть, например. Мы настраивались так, чтобы выигрывать всех. Чуть не получилось. Ну, давайте уже, раз уж начали, поговорим о том, что почему не получилось. Ну, вот ты сказал, да, не получилось. Как ты считаешь, почему? Ну, первые два дня, вот. Первый день мы сыграли, выиграли две игры, и на второй день мы играли первую игру с Якутском, а второй день с Таиландом. Таиланд очень круто с нами сыграл, там, ну, реально было очень тяжело что-то сделать. Вот Андрей Александрович говорил то, что они вначале попали, и там уже было тяжело вернуться. Ну, и по ходу игры они тоже попадали. На третий день, я не знаю, мне кажется, мы, может, подустали еще что-либо, но Уральский федеральный округ оказался сильнее намного. И это была игра за выход в полуфинал. Андрей Александрович, как считаете, чего не хватило? Ну, тоже на первый сначала вопрос отвечу, который много пропустил, по поводу того, что настраивались на какое место там. Да, конечно, здесь сложно было определить. Не понимали уровень, потому что из других стран приезжают ребята, не понимаешь вообще, кто есть кто. Даже на тренировке я видел тайцев, я ничего особенного не увидел. А когда мы начали с ними играть, они показали очень крутую игру, и вообще на протяжении всего группового этапа они просто разносили соперников. Ну, с нами получилось, что зарубились, но все равно нас обыграли. Чего нам не хватило? Ну, блин, много факторов на самом деле. Там с Уральским округом все-таки антропометрия ребят, ребят, она прям превышала нашу. Там ребята двухметровые, причем подвижные ребята. И так оказалось, что более заряженные что-ли были. Может быть, мы реально эмоционально где-то просели, может быть, подустали, не знаю, с чем это связано. Да, где-то, может быть, в физподготовке просели. Возможно, не хватило этих моментов. Те оказались более жестче. Антропометрия плюс дала себе знать, потому что там ребята реально высокие. Ну, и плюс с нами они попали, да, вообще просто. Здесь как бы они 21 очко забили там даже до окончания времени. То есть там всего 10 минут, но если 21 кто-то забивает, заканчивается игра. И там еще 30 секунд до конца игры оставалось, нам забили 21 очко. Причем неожиданно. Там ребята, которые обычно не попадают, попали в дальние броски. А мы, наоборот, промазали самые простые. Там, которые отсутствуют у нас, парнишка, он свои мячи промазал просто из-под кольца. Там элементарные вещи. Может быть, переволновались. Здесь как бы много факторов может быть. И повторюсь, что игра короткая. И плохо начали. Ошибка, ошибка, ошибка. И привело к тому, что те поймали кураж, а мы, наоборот, просели. И тем не менее, вообще вот все вот это вот, все ваше нахождение, скажем так, на этих соревнованиях, как вы оцениваете? Все-таки как удачные? Или, ну, как вообще, знаете, хочу больше такое человеческое узнать. Даже не то, что вот с вашей спортивной точки зрения, с вашим спортивным видением всего этого, да. Потому что для спортсменов, по-моему, я тоже об этом уже разговаривала, для меня удивление было первый раз, когда я там брала интервью у спортсменов, и когда очень огромные просто соревнования, масштабные, всемирные. Это у нас ребята-кикбоксеры. И, значит, очень сложные вот эти вот все их бои. Они выходят на ринг, все сложно. Он занимает четвертое место. Один там занимает четвертое место, а второй занимает, ну, там, второе место. Ну, при этом в команде есть ребята, которые заняли первое и третье место. И вот больше всех расстроен тот, кто занял второе. И для меня, как для человека вообще абсолютно, который не стоял рядом со спортом, до программы спортовзора, пока она не появилась в руках, значит, для меня удивление, ну, как ты можешь говорить про, у тебя второе, ты же молодец, это же серебро, это заслуженно и достойно. Вот как вы сами оцениваете, то, что, ну, вам обидно, что так получилось? Или вы все-таки, ну, есть момент гордости, что мы себя показали и показали вообще неплохо? Аппетит приходит во время еды. И когда ехали на турнир изначально, конечно, мы думали, что, ну, как сыграем, да. То есть, потому что соперников не знаем, и как бы любому результату будем рады. Понятно, если соперник нас сильнее гораздо, то, ну, чего здесь расстраиваться? То есть, объективно все, надо смотреть на вещи. Но когда мы одержали первые три победы в группе и шли уверенно, так скажем, в полуфинал, вот Таиланд, если бы мы обыграли, мы бы прошли в полуфинал, уже были бы в четверке. Ну, осечка произошла. Вышли на Уральский округ, я думаю, ну, в принципе, проходимый соперник. Мы с ними играли 5 на 5, когда тоже, правда, проигрывали, но там прям очково-очково проигрывали. То есть, баскетбол 5 на 5, другая все-таки тема. И думаю, ну, реальный соперник. Ну, проиграли прям без шансов. И я, на самом деле, и обидно, но при этом, если объективно посмотреть на всю ситуацию со стороны, то мы заняли свое место. То есть, пятое место, это прям... Причем с Казахстаном, когда мы играли за пятое место, очень сильная команда. Там ребята тоже собраны из всех уголков страны. Лучшие, да, там ребята приехали. И мы их обыграли там в концовке, прям в зарубе. Хоть и за пятое место, но мне кажется, мы рады, как будто заняли первое место. Потому что проигрывали всю игру, и потом попали. Сначала Антон Дронов забил из-за дуги. Потом Суржик Артем, которого нет с нами. Суржик Артем забил три трехочковых подряд. То есть, и вытащили игру, можно сказать, перевернули. И одержали победу. Конечно, приятно заканчивать на мажорной ноте соревнования. Хоть и пятое место, я считаю, это объективно наше место. И мы, в принципе, довольны результатом. Хотелось бы попасть в тройку, возможно было бы, если бы звезды сошлись. Но выше головы, наверное, не прыгнешь. Я думаю, что все-таки объективно, да, мы довольны. Ребята, ваше мнение схоже с мнением тренера или есть отличия? Как считаете или иначе? У меня все схоже. Все так же думаете, да? Что, в принципе, сошлось, как получилось, так получилось, да? Ну, тогда вы сегодня такие какие-то неразговорчивые. Тогда я продолжу. При меня стесняются. Стесняетесь, да? Нет, на самом деле, поделитесь, пожалуйста, прежде чем я перейду к вопросу нашей республики и организации, в принципе. Поделитесь, какие, ну, к чему сейчас готовитесь все-таки? Или у вас лето, есть время какое-то на передышку? Ко мне, да, вопрос? Ну, да. Сейчас мы начали сборы уже такие, домашние сборы, скажем так, я их называю. Потому что это очень важный такой подготовительный момент к основным сборам в августе, к которым поедем на выездные сборы. Достаточно плотный график у нас здесь сейчас. Занимаемся три раза в тренажерном зале. Один, ну, это в неделю, кроссовая подготовка. И пять тренировок еще в зале, ну, игровых, с мячом, технику и так далее. Достаточно плотно занимаемся, получается, девять тренировок в неделю. Ну, как бы так нормально. И в августе уезжаем уже на сборы, конкретно уже подготовкой, ну, к первенству в России. Все-таки я считаю, пять на пять – это наш основной вид спорта. Три на три – это круто, но это как пляжный волейбол, да, там, то есть такое что-то. То есть такое летом, когда никаких соревнований не проходит, это самый оптимальный вариант. Я, правда, люблю этот вид спорта, но он другой. А первенство в России все-таки у нас основное считается. Хоть у нас сейчас и уезжают ребята, у нас Вогнерубов Андрей уезжает во Владивосток, подписывает контракт с Динамо, ну, с молодежным составом. Вот Суржик Артем в Тимень уезжает. Еще один парень, Шишлянников Роман, тоже один из основных, уезжает у нас в Москву. Надеясь, что все сложится у него тоже в игровом плане. Мы теряем немного кадры, конечно. Кто-то еще, по-моему, уезжает. Нет, я смотрю на это. А ты не посмотришь. Вот, и, в общем, может быть, еще там едет один человек, может, два. Все, в принципе, пробуют, потому что после девятого класса, в принципе, нужно пробовать искать города, где есть профессиональные команды. У нас, к сожалению, в городе профессиональной команды нет, и дальнейшее развитие в десятом-одиннадцатом классе, оно затрудняется. Потому что нет профессиональной команды, и нет тех нужных соревнований, которые мы могли бы дать детям для развития. Вот поэтому разъезжается. Но, тем не менее, мы из тех, кто останется, мы все равно будем завляться на первенство России и развивать других игроков, которые хотят в будущем свести жизнь с баскетболом. Да? Да. Как настроена подготовка к первенству России? Всегда боевой, и охота всегда выиграть. Ну, охота выиграть на первенство России, поэтому подготовка очень плотная, плотный график, и хорошей тренировки всегда. Надо приходить на тренировки, чтобы тренироваться и побеждать. Не грустно, что на лето времени не остается? На обычное мальчиковое лето? Нет, вообще нет. Бростковое. Так это есть мальчиковое лето. То есть ты, когда тренируешься, у них в любом случае есть лето – самый кайф для тренировок. То есть ты можешь и потренироваться, и при этом тебе ни в школу не надо, никуда не надо. Ну да. Я сам для себя даже, когда я в отпуск ухожу, я думаю, время потренироваться есть, хоть маленько скинуть жирок. И ты реально тренируешься, отдыхаешь, вроде бы все круто. У тебя даже настроение лучше. У всех, да? У всех, да? Поэтому, когда, конечно, ты работаешь и учишься и так далее, там и тренироваться – это довольно сложно. Поэтому лето – это самый кайф. И причем они весь июнь почти отдыхали. Почти. Ну вот вопрос, который я говорила, да, касательно нашей республики, организации. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. У меня просто сбились уже цифры в голове, честно говоря, когда это было. Вот в прошлом или в пост-прошлом году, когда к нам приезжала комиссия, вот как раз вот всех вот этих вот игр «Дети Азии», да, и когда они оценивали наш спорткомплекс Николая Булакина, да, и когда они ездили еще в Кызыл и выбирали между нашей республикой и республикой Тывой для проведения, в общем-то, вот этих вот игр. Вы там побывали. И мне очень интересно узнать, вот опять же, с такой профессиональной точки зрения, как вы считаете, ну, достаточно ли у нашей республики сил, чтобы вот действительно заявляться на такое и претендовать на проведение вот такого масштаба игр? Ну, я задумался об этом. Я знаю, да, что мы подали заявку в 28-м году. Я задумался об этом, пытался там ходить и смотрел, сравнивал. Нужно, конечно, по-любому еще строить сооружение. Спорткомплекс, конечно, он многофакциональный, и там он заберет плавание, заберет легкую атлетику, заберет, допустим, дзюдо, наверное, там, потому что там очень хорошее место для дзюдоистов. Как раз в универсальном спортзале. Да, 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 спокойно, то есть там они стелят маты, там еще какие-то единоборства, то есть там одни провели соревнования, ушли, то есть спорткомплекс, он заберет очень много мероприятий, но также есть там и много всяких разнообразных таких видов, которые нужно дополнительно какие-то строить базы небольшие. Я думаю, что это реально за 4 года там построить. Нет, но если вот касательно волейбола, баскетбола, то есть чем вы наиболее... Баскетбол у нас 3 на 3 же, там на улице проходит. Это вообще не проблема, там не так много нужно. Ну, конечно, тоже заморочиться нужно, и большие вклады нужно в это. Там определенное покрытие нужно брать. То есть вот те площадки, которые у нас сейчас есть, они крутые тоже, но они не подходят для международного уровня. И нужно покупать подкрытие, профессиональные стойки, оборудование, счетчикы 24 секунд. Ну, там, то есть это уже на самом деле мелочи, это реально все это. Волейбол тоже, ну, скорее всего, это, может быть, Белый Яр заберет, там достаточно. То есть, в принципе, вот так, если раскидать, то вообще спокойно. В Белом Яре хорошая для волейбола площадка. Если спорткомплекс, опять же, заберут на дзюдоистов, там, и так далее, тогда, то есть, так же Белый Яр отправить. Ну, либо наоборот, волейболистов сюда, туда, там, от дзюдоистов отправить. Это как бы не принципиально. Я считаю, что это возможно. Это было бы интересно, круто. Единственное, местные жители бы пострадали маленько. Потому что это дороги все перекрыты, это пробки, это и так далее. Это сто процентов. Мы в Якутии были, общались с местными. Они очень страдают от этого. Они довольны, улыбаются, машут всегда. Там такая нация такая интересная. Такое ощущение, что мы за границей находимся. Они все разговаривают на якутском языке. Якутском, да? Да, на якутском языке. И как бы большинство. Они знают, конечно, русский, но многие даже с акцентом разговаривают. Ну, это, наверное, для спортсменов. Вау, круто, что в нашем регионе пройдет там что-то Олимпиады и так далее. Вы же знаете, наверное, слышали, как французы относятся к тому, что у них тут будет проходить Олимпиада в этом году. И как очень негативно резко они к этому настроены. К счастью, у нас, если мы и будем проходить Дитя Азии, то хотя бы цену не подскочит до небес. Потому что туристов это особо-то и не привлекает, да, вот такое. То есть только спортсменов. Но, тем не менее, да, я согласна, что инфраструктуру придется, скажем так, поднажать и поднакопить каких-то новых зданий, сооружений. Я думаю, что для этого, наверное, и делается это. Потому что мы берем, делаем заявку для того, чтобы все-таки выделилось финансирование. Я все-таки думаю, с этим учетом тоже. Не только для развития нашего региона, там, в этом плане, опыт-опыт организации таких соревнований. И опять же, там не только на местном. То есть, например, баскетбол проводили москвичи. То есть там прилетали. Там финансирование очень большое достаточно, я думаю, что от Минспорта России. И, как бы, в принципе, я говорю, что Абакан и Хакасия в целом готовы принять такие соревнования. Министерство спорта наш тогда, как раз-таки после того, как комиссия уехала, и вот у нас было такое большое интервью, он как раз рассказывал о том, что было бы, точнее, к этим играм нужно серьезно готовиться. И что, значит, мы будем принимающей, скажем так, стороной, если будем, да, если все-таки комиссия примет такое решение. И что придется построить и, вообще, чуть ли не заново реконструировать училище Олимпийского резерва, потому что требуется ремонт, и приготовить места для размещения спортсменов. В общем, там планы, конечно, масштабные. Вот вы говорите, что по организации, по размещению там, ну, было как бы, как будто бы не так уж сильно заморачивались. Ну, нет, там тоже заморачивались, да, то есть там, просто я имею в виду, что там все просто. То есть общежитие, ты заходишь, как в больницу, в комнату, там две кровати, тумбочки и шкаф. Туалет на этаже, душ на этаже, то есть не очень удобно в этом плане. Плюс меня поселили с тренером по теннису, все успели с ним познакомиться. Великий, великолепный человек, конечно, он уже на пенсии. Рассказывал мне историю до часу ночи, пока я говорю, давай спать. Он ложился спать и потом начинал храпеть. И вы с ней продолжали рассказывать историю. Просто начинал храпеть, и я такой, да, вообще просто подушкой вынимался. Ну, это ладно, это отдельная история. Потом нам еще подселили ребенка из Грика-Римца по борьбе. То есть ко мне, к тренерам, я говорю, ну, вот эти вот моменты, они как бы смущали. В целом, конечно, когда настолько масштабные соревнования, всегда будут какие-то проблемы, нюансы. Это было, все решалось в телефонном режиме. Я звонил организатору там, говорю, мы остались без обеда, что делать? Нам быстро чуть-чуть все сделали. То есть как бы нюансы были, какие-то ошибки были, но в принципе все решалось. И, конечно, реконструкции наверняка тоже нужно быть по размещению, потому что общаги, наверное, которые сейчас есть, они, наверное, еще хуже. Ну, да, вот тоже самое общежитие. Причем приезжают иностранцы еще. То есть это мы жили там, а иностранцы-то жили в хороших общежитиях. Я просто видел, они реально жили в новых общагах, и, возможно, они реконструировали даже. Плюс, где мы жили, в Олимпийской такая деревне, у нас там было четыре общежития, они вот так в круг стояли, и в середине они поставили сцену. И каждый день с семи до девяти вечера выступали какие-то группы, пели, были конкурсы, Антон выступал. Да? В качестве кого? Там был в последний день, в последний день было караоке. А, и рэп читал? И он выходил в рэп, читал вместе с парнем из Таиланда, они вдвоем зачитали рэп, прикольно, конечно. На тайском? На английском. А, на английском. Золотую середину нашли, ладно. Что-то я про английский даже не подумала, честно говоря. Да, на тайском было бы забавно. Или на хакасском, почему нет? Да, мне кажется, Антон тайский лучше знает. Да, ребят, ну, расскажите, пожалуйста, вы все еще пока что в том возрасте, когда во всем видите только плюсы, и, вау, как классно, или тоже заметили какие-то минусы, и были какие-то моменты, которые лично вам не понравились? Ну, мне лично все понравилось, минусов я не нашел. Ну, конечно, да, можно было и комнаты побольше немножко, но все равно, главное, что на такие соревнования приехали. А ты как что? Я не заметил минусы. Мне все понравилось соревнования. Ну, все, что сказал Андрей Александрович. Ну, то же самое, да? То есть по размещению, по таким вот небольшим организационным моментикам может быть и были вопросики, да? А в целом? Больше я ничего не могу сказать, что там какие-то прям минусы были явно. Ну, кормили хорошо. Кормили вкусно, много. У кого ни спроси, на этот вопрос отвечает самая большая улыбка. Нет, питание на самом деле было вообще шикарным. То есть прям вопросов вообще никаких. Я, мне кажется, каждый день в книге отзывов, в предложения писал по хвалу, потому что реально там всего много на выбор. И причем ты можешь пройтись вот так вот, собрать, поесть, потом опять по кругу пройтись, еще поесть. Шесткие столы вообще. Да, можно было ходить вот так вот и постоянно нам накладывают и накладывают. И, конечно, и вкусно, и много, и как бы интересно. Ну, то есть по питанию вообще вопросов нет. Там один раз в начале там были нюансы, тоже позвонили, все, владели быстро. И, ну, мне кажется, было круто. Например, уже не успеем, например, уже заканчиваем 30 секунд, у нас остается. Ребят, ну, на самом деле, большое вам спасибо, что сегодня пришли. Вам тоже огромное спасибо, что поддержали ребят и рассказали, в принципе, как все это происходило. Еще завтра мы сделаем из этого всего сюжет. Так что смотрите себя еще и в программе «Спорт-обзор». Вот. Но я считаю, что вы молодцы. Ну, я человек, как я уже говорила, далекий от спорта. Друзья, не переключайтесь. Дальше мы поговорим о детках с ограниченными возможностями здоровья. Будет не менее интересно. Вам спасибо и до свидания. До свидания.